Иногда Раст это не просто игра про PvP и рейды, это действительно интересные знакомства и истории с этими персонажами. Выживать с тем, кого ты не знаешь, это всегда интересно. И эта история будет о том, как я притворялся новичком. И поверьте мне, вам стоит досмотреть этот видик до конца, потому что вас ждет душераздирающий сюжет. И если вы хотите видеть такие истории чаще, ставьте лайк. Всем приятного просмотра. И не забывайте писать комментарии, ведь это очень важно. Ну и конечно же, перед моими приключениями, я поиграл в Warface. Это надежный, проверенный временем бесплатный шутер, в который играют миллионы игроков, и он продолжает радовать пользователей своей стабильной работой, постоянным развитием и добавлением нового контента. Игра доступна в игровом центре StoreMyGames, без всяких ограничений. Warface отличается огромным выбором как PvP, так и PvE контента на любой вкус. Любители PvP могут играть в 10 режимах и участвуют в соревновательных рейтинговых матчах. В игре продолжается ивент «Большая охота», в котором вас ждут. Новый PvP режим «Арсенал», в котором последовательно сменяются пушки в зависимости от количества фрагов, сделанных игроком. Новая PvE-миссия в горном сеттинге, где игрокам нужно добыть данные со сверхсекретной базы. И, конечно, крутые награды за участие в ивенте. В свежем обновлении в игру добавили две новые PvP-карты, порт и автострада для режима «Командный бой». Кроме того, прямо сейчас идёт регистрация на масштабный турнир VK PlayCup по игре Warface с суммарным призовым фондом в 17 миллионов рублей. Участвовать в нём могут все желающие. До 10 мая открыта регистрация для всех участников. Там можно будет играть и командой, и в соло. Эпичный лан-финал турнира пройдёт в Москве с 17 по 19 июня. Спеши зарегистрироваться. Опробуй новинки и присоединяйся к надёжному шутеру по моим ссылкам в описании. Всё началось с того, что я зашёл на самый забитый сервер и начал искать своего друга, который смог бы меня обучить. Ведь я притворился новичком. И поверьте мне, сделать это было довольно непросто. Потому что в этой игре никто не любит новичков. И вот спустя огромное количество времени я смог найти подходящего интересного челика. Алекс, ты зачем мой спальник вырубаешь, Алекс? За что? Лёха, ты зачем мой спальник вырубаешь? А что, его нельзя забрать себе, что ли? Нет, себе нельзя забрать. Я должен его сломать, чтобы он его держать. А, а ты чё, новичок? Ну, я тоже новичок. Мы можем вместе повыживать. Около речки мы пособирали сладенькую кукурузку и побежали на какой-то замес, где воевали бомжики с луками. Я оттуда смог ёнькнуть арбалет. Смотри! Тут враги. Ой, по нам стреляют. Убегай, убегай, ты сейчас умрёшь. Ползи ко мне, друг, ползи. Ладно. Но, к сожалению, он слишком быстро меня покинул. Он умер. И в этот же момент я обрёл своё лучшее знакомство в этом вайпе. Я потерял друга только что, мне грустно. Офигеть, это тиль. А ты один играешь? Да. А у тебя много часов в этой игре? А то у меня мало. Ну, 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 не очень. Ну, я не знаю, может, у меня где-то 500, там, ну, около вот так, где-то. Ой, а у тебя больше часов, чем у меня. У меня всего где-то 10 часов. А, ну ты вообще новичок только. Есть какие-то вопросы, может, я тебе помогу с чем-то? Терять такое знакомство мне просто было нельзя, потому что, если бы он умер, я, скорее всего, его бы не нашёл. Убегаем. Бежим, бежим. Бежим, бежим, бежим. Покол, бежим. Ой, красава, красава. Чё у него? Забирай копьё у него. И потом, мы с ним расправились ещё с одним бомжиком, который сидел в кустах и следил за нами. Красава. О, у него нормально было, смотри, у него есть вот это, бери, вот это, она нормальный пистолет. Вон он, смотри. Это, короче, дробовик, но он такой, не всегда стреляет. А он почему-то не стреляет, его зажимать надо? Не надо меня направлять, иначе. Да, 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 его надо зажать, только не на меня. Хорошо, не буду. А то я умру. Давай добавимся в команду, чтобы не искать друг друга потом. А то я, наверное, не найду больше. Ты первый, кто согласился обучить меня, потому что я играл уже. Вот эти 10 часов я искал себе команду, а мне говорят, у меня часов мало, поэтому не возьму. Я должен был придерживаться своей легенде. Да и мне было интересно, как он будет меня обучать. Ну, не знаю, можно куда-то подбежать ближе к мирному, там где-то построиться. И мы так и сделали. Побежали в сторону мирного города строить наш первый домик. Но по пути на нас напал какой-то револьверщик. О, тут враг! Оооо! У меня нет патронов, у меня только копье. Но вдвоем мы с ним смогли справиться. Так у нас появилось первое оружие. Он умер. А вон он умер, хорош, красава, убил его, молодец. Я в него один раз попал. Ооо! 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 Там еще один! Там еще один! Он убил моего друга! И за это мне пришлось ему отомстить. К ноге, собака, к ноге! И пока он мьют бежал до меня, я мог не притворяться, потому что он был далеко и убивал всех, кого только видел. Ооо! 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 Ой, ребят, мне кажется, я дом застроил. Блядь, друг, с антезатором входит. Ооо! В пизд! Копка! Да, да, да. Ай! Он мьют, конечно, ко мне смог добежать, но выжить он не смог. А еще мне начали угрожать! Друг, ты же знаешь, что мы тебе жить здесь спокойно не дадим. Мы тебя выселим в любом случае. За что меня выселять? Я только построился. Никакая проблема. Ты меня в зал убил. А зачем ты рейдил меня? Я тебя за это и убил. Это не твой дом, друг. Это мой дом. Это не твой дом, друг. Это ж теперь мой дом, правильно? Значит, ты меня рейдил. Нет, давай расскажешь. Уже, уже рассказываю. А ты когда меня рейдить придешь? На этот вопрос, увы, он мне так и не ответил. После чего я ремонтнул потолок, построил лестницу и поставил еще одну дверь. Ведь понимал, что скорее всего они будут пытаться меня рейдить. И до меня наконец-то смог добежать мой друг Unmute. Кока, привет. Привет, слушай. Я снова с тобой. Я тут какой-то домик забрал, вот смотри. Я тут пытаюсь что-то построить, непонятно. А ты можешь ко мне запрыгнуть? Смотри какой у меня дом. Это ты забрал у кого-то? Здесь кто-то строился? Ну, тут, по-моему, да. Нормально. Двери открылись, короче. Я его с револьвера этого убил. Который семь патронов или сколько у него там. Ага. Понял. Молодец. Офигеть, у тебя уже и двушка есть. Я хочу вот сюда еще дверь поставить. Нет, нет. Не вход, но... А эту стену можно как-то снести? Я не знаю. Ну типа залазить. Ну если ты ее недавно поставил, то да. Типа зажимаешь кнопочку, и там будет у тебя ремуф на английском. Или удалить там. И шкаф открой, мне надо авторизоваться, чтобы я мог пользоваться. Они обещали то, что зарейдят меня, они приходили и оскорбляли меня. Давайте не обращай на них внимания, они завидуют тебе. Смотри, иди сюда, смотри. Снести, да? Хочешь вот эту стенку, чтобы ее не было? А еще я ему сказал, что мне всего лишь 14 лет. И я отыгрывал свою роль новичка, как только мог. Ща, мам, подожди, я двери поставлю, это замки. А то друг не сможет двери открывать. Щас, блин. Чтоб замки поставить надо печку. Печка, нам топлива для печки не хватает. Топлива это либо животных убивать, либо красные бочки. Потом мы с ним побежали, поформили немного бочек, так как нам нужно было топливо и металл, переработали все компоненты и прибежали домой ставить замки. Ну, я просто обычно использовал 3298. Ой, не надо, не надо, не надо такое использовать. Снимай, снимай, смотри, зажимаешь, видишь, наводишь камеру на замочек, и там будет снять замок, написано. Не, а... Там почти, именно на замочек наведись. Вот, на эту штучку. Нет, ну, вот прям... Вот, 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 на эту штучку надо тебе навестись. Видишь, торчит. Ага. Малки... Ну попробуй еще. О! О! Вот, смотри, я в щад команда тебе написал, нажимаешь и там быстро блокирует. Подожди, может я не тот ввел? Попробуй еще раз. Давай домик попробую расширить немного, пока ты отойдешь, чтобы... Блин, слушай, я бы лучше это... Ну, вместе с тобой я посмотрел бы, как ты строишь, куда строишь. Подождешь меня? Ну ладно, давай. Я тогда просто пофармлю, может, что-то. Само угарывай, ты знаешь, что? Он говорил, что фармить пойдет стоит АФК. Я притворился АФКшником, а мой друг Unmute расставлял ящики, так как места в доме у нас практически не было. И вот, когда я подошел, я услышал очень много людей, которые бегали под домом. Я решил выйти и посмотреть, что же происходит под моим домиком. И увидел, как под моими дверьми сидят очень много бомжей. О! О! Не выходи, там три человека под домом. Не выходи, их там трое. Нас рейдят! Нас рейдят! Смотри, у нас есть вот это, смотри, смотри, у нас есть вот это. Смотри, я тебе скинул. Давай, убей их. Ой. По-моему, они нечастны. Моего друга убили, и у меня остался только последний шанс. Чирка и Сачелька. Сачелька не сработала, и тут у меня остается последний шанс. Ах, тут трое. Так, мы решились нашего первого домика. С анмьютом мы решили встретиться на той же самой речке, где мы и стартанули в начале. Но там, там мы познакомились еще с двумя школьниками. Давай же команду, брат. Давай. Ладно. Давай. С одним челом, но он был английский, я не знаю, английский. Я совсем чуть-чуть не знаю, английский там. Слушай, подожди, а тебе 10 лет, у тебя уже подмышки волосатые. И борода. Ноги, по-моему, нет. Он проверял подмышки. Потом мы поставили костер и начали жарить мяско. И попутно они рассказывали мне различные истории. Но, к сожалению, нас пришли и убили какие-то китайцы. И в этот момент я сразу понял, где бы я хотел построиться. Ведь воевать с таким кланом всегда весело. А жили они вот в этом непонятном доме. А еще у них была турелька, которую было довольно просто разбить. Разбивайте ее. Нет, она на меня смотрит. Ого. Китайцы где-то бегали, поэтому у нас было время отформить дерево и построить здесь домик. Чтобы засоевить нашу пушку. А уже все, уже не залезут, смотри. А как только мы все достроили, я побежал на соседний остров. Ведь мне было интересно, живет ли там кто-то. И оказалось, что на этом острове живут клановые игроки. И домик у них был, как мне показалось, довольно большой. И они были не совсем дружелюбные. И тогда я вспомнил, что в доме у нас лежала берданка, которую можно было реализовать на их острове. Да, иди сюда. Они прям там. А там, короче, один в казмате был. Я не понял, это домик или... Ого. Я побежал. Я неплохо так енкнул уресов. Так, ставим ящик в куст. А. Ха-ха-ха-ха. Вывитые ресурсики я скинул в ящик и вернулся снова на этот замес. Ведь там можно было много еще чего украсть. Хорош, Гога, пофул. Ты всех убил? Я одного только убил. А, я его обвину. Вот, пятка. Надо уходить, мне кажется, да? Сейчас, ребят, я вам покажу то, что я украл. Пойдем за мной. Смотри в этот ящик. О-о-о! Ифига себе! А, уставай, уставай, Гога, забирай. Пойдемте домой, пойдемте домой быстро. Хорошо, аккуратно. Сейчас. Мы абсолютно аккуратно. Нам замочек нужен. А по приходу домой я улучшил квадрат один на один и поставил железные двери. Ведь понимал, что скорее всего китайцы нас могут зарейдить. О, мы можем теперь пойти на тот остров и на том острове что-то сделать. Как думаете, или не можем? А, можно их забайтить как-то. Но на тот остров попасть было не так просто. Они уже были к этому готовы и сидели в засаде. А чуть позже и вовсе активизировались китайцы, которые жили прямо возле нас. Попал. Два раза. А их двое, слышно, они в сетах. Блин, это наши соседи, прикинь. Это наши соседи. Ой-ой-ой. Это нехорошо. И знаете, первое время нам даже удавалось как-то сдерживать оборону и отбиваться от этих китайцев. Там его убивают, слышишь, его злышки убивают. Там только на крыше остался, слышишь? Нам действительно нужно было дерево, потому что если бы нас начали рейдить, мы даже не смогли бы застроиться. Поэтому на фарм я отправил анмьюта, а сам стал его прикрывать. Стой, стой, стой. И когда учитель по фарму умер, мне пришлось отгонять огромное количество бомжей, чтобы не залутали его тело. Мда. На, возьми пока. Хилиться нам, кстати, тоже было нечем, поэтому мы просто жарили мяско. А китайцы продолжали сидеть у себя на крыше. Домик я строил максимально странный, потому что я новичок, а новички всегда строят что-то непонятное. О, смотри, что я построил. Опа, ну нормально, да. А после анмьют предложил пофармить нам камня, потому что нам нужно было загрейдить дом, чтобы нас не зарейдили китайцы. А также он познакомился с деревней, которая жила недалеко от нас. И попросил добавить нас в зеленку, чтобы мы друг другу не мешали. И так как время было уже позднее, анмьют меня покинул, а я остался доигрывать дальше. Понимая, что нас хоть-вот могут зарейдить, я побежал в лесу отстраивать наш новый домик, о котором не будут знать щелики с острова и не будут знать китайцы. Ну и конечно же все драгоценные ресурсики с той башни я перенес в новый дом. Пока анмьюта не было в игре, мне нужно было сделать очень много всего за эту ночь. Как минимум, мне нужны были изучения. Первым делом я отформил побольше камня, чтобы улучшить мою новую кибитку, и заправил печки на металл. Ну а после, я планировал сходить в лабораторию. Но мои планы изменились, когда я пролетал над плановой базой, которая находилась на острове. Я увидел, что там выключены турели. Они выглядят как будто они выключены. Они выключены на крыше у них. Я попытался залететь к ним на крышу, но тут появился хозяин дома и включил все турели. И там я потерял свой единственный подводный сет. Тогда я увидел на карте, что в шикарном месте, где можно будет фармить скраб и компоненты, стоит отель, в который можно было заселиться всего за 500 серы. 500 серы, по-моему, это стоит. И добежав до пункта назначения, я сразу купил у них номер. Рум-код, компаунд 8467. И поверьте мне, комнаты в этом отеле были действительно шикарные. Здесь была кровать, пару печек и очень много ящиков. Омай-год, это хорошая комната, мэн. Офигеть, какая тут классная комната, мне нравится. Я хочу инвайт в группу, ребята. Я хочу инвайт в группу, ребята. Я живу в хотеле, но я хочу... Спустя где-то 10 минут мне удалось с ними договориться, чтобы они наконец-то дали мне инвайт в команду, чтобы я видел, где свои. И так как неподалеку от отеля стоила РТ-шка, я мог там фармить фермеров. У-у-у, два зеленых ящика. М-м-м, вкусняха-то какая. Это то, что мне надо, спасибо. Я пошел домой относить. Это действительно лучшее, что могу придумать человечество. Я здесь могу налутать огромное количество скраба, который мне нужен. Чтобы купить турели, чтобы забацать пвошки. И поверьте мне, на фул забитом сервере фармеров на этой РТ-шке было очень много. Тем временем в отеле постоянно происходило что-то непонятное, кто-то кого-то убивал и сейвить здесь лут было довольно опасно Поэтому я схватил все и побежал в сторону аутпоста, где я переработал все свои компоненты А после я даже умудрился ограбить мирный город и выиграть огромную кучу скрапа 920 скрапа Хорош, хорош, демас Короче, в сумме я выиграл около 4000 скрапа, на которые я купил ПВО и турели Ведь планы на этот вайп у меня были действительно колоссальные И домой мне бежать не пришлось, за мной прибыл мой личный убер Не могу сесть, поехали Спасибо Ну вроде, вроде все, базуку изучаю Останется скоростную ракету где-то намутить А свой скрап я потратил полностью на изучение турельки Турелька готова Блин, гаражку изучать или оставить Ресурсов в доме у меня уже было довольно много, поэтому мне пришлось еще отформить немного ресурсов и достроить буферки Чего я точно не ожидал, так это то, что пока я буду расширять и обустраивать мой домик, мой номер в отеле кто-то ограбит И сделают это постояльцы отеля Тут закрыли А, он тут сидит What are you fucking doing? Что? Ресурсов в моем номере было довольно много Но они не знали, что грабить Гогу это плохая идея Поэтому я схватил МПшку и побежал помогать жителям отеля разбираться с этими крысами Что? Что? Они жили на втором этаже, и мне оставалось только законтрить полностью вход в отель, чтобы они больше сюда не смогли попасть. И вы просто посмотрите в чат, они пытались обмануть хозяина отеля, чтобы он выселил меня, но хозяин отеля поверил все-таки мне. В конечном итоге все краденые ресурсы вернулись ко мне. Анмьют про наш новый домик не знал, поэтому я появился в Старой Башне и увидел там записку. Гога, у нас пропала пати, ты переехал? Если я умру от голода, то нам надо будет встретиться, откинь и спалку эту, когда ты тут встанешь, и мы добавимся в команду. Спальник я ему сразу же отдал и начал ждать, когда он появится. А вокруг моего дома бегали те же самые китайцы, которые мешали нам играть вчера. No, you suck my penis, not me bitch, you know? You bullshit dog. И только я собирался побегать обследовать свой остров, как вдруг увидел, как сработала пв-шка моих китайцев. И оттуда упал какой-то залупанный челик. Мне пришлось брать пушку и бежать за ним. Я вижу этого типа, который упал. Я убил их. Скоростные ракеты. Плюс топ-сет. Соседи тоже пытались перехватить этого летчика, но у них не получилось. И наконец-то в вашне появился знакомый голосок. Да, да. Привет, Гога. Привет, это какая-то жесть. Мне домой не давали подойти вот эти болтовщики, которые соседи у нас. Офигеть. Ну да, они у меня тоже доставали, сегодня тут бегал. Мне дом, короче, мне дом вчера какой-то парень отдал. Там ресурсов много, оружия всякого. Я, кстати, это, я вчера лестницы изучил. Мы можем, по-моему, вот этого соседа, ну, ограбить. И, конечно же, я придерживался своей легенде и сказал он мьюту, что этот домик мне отдали, чтобы он ничего не заподозрил. Вот, мне этот дом вчера отдали. Нормально. А, ну, скоростные ракеты, ну, нормально. А дальше началось самое веселое. Мы начали перестреливаться с моим соседом, который постоянно стрелял по нам с болта. Да, я вижу турель у них там, слышишь, на крыше. Ну и вышку мы решили отбабахать немножечко повыше, чтобы китайцев было лучше видно. И тем более мы хотели разбить у них турель, которая стояла на крыше. Но китайцам это не особо понравилось. Да иди ты нафиг. Ну, они вот с самого утра сидят, так что это... Они как бы по-другому не умеют. Они, короче, сегодня конюшню строили. Я не знаю, такая вышка нам пойдет или не пойдет. Да, нормально на первое время. И, сказать честно, стреляться с ним было довольно непросто, ведь он постоянно меня ваншотил. Как он это делает? А спустя несколько минут рув кемперов стало двое. Тогда мне это надоело. Я переждал ночь, схватил двушку и побежал доставать их уже в ближнем бою. А после я взял базуку со скоростными ракетами и взорвал у них турельку. Позже они даже спустились с крыши и попытались меня убить уже снизу. Вот как из двое, вот она, N. Мне кажется, они нас помогут пойти рейдить, потому что я видел, как они сейчас... Другой клан вы сидели, пока тебя не было. А кто рейдил? Кого рейдили? Мне кажется, они нас... Они, они рейдили, тут домик неподалеку, я очень могу показать. И поверьте мне, сидели под нашей вышкой они очень долго. Я его убил, слышишь? А позже китайцы побежали рейдить какой-то деревянный домик, и Анмьют побежал туда посмотреть, что же там происходит, но его убили. И тогда мы решили сходить туда вместе. А знаешь, где они сейчас? Знаешь, где они сейчас? Это вот они стреляли с двушки. Он меня убил только что. Это с лобби, да? Это же они вроде, с лобби. Не помнишь? Вроде это они, если я не ошибаюсь. Они с ревериками. И пока мы туда бежали, они дорейдили какой-то деревянный домик, и мы решили их немного побайтить. И спустя пару минут они вышли. Изи. А потом мне и вовсе Анмьют предложил зарейдить тот домик, который рейдили они, ведь там могли быть ресурсы. Ой, нифига, слышь, так это быстро будет. Ну да, Антон, у нас дрововики нормальные. Смотри, я смотрю людей. Ух ты, так тут слушай, смотри, сколько всего тут было. Тут дверь есть. Ой, тут и печки есть. А может, ну, слышишь, может, мы видим проем? Смотрите там, что проем может. Ну, какой-то странный. А, это это, слышишь? Смотри, кто это. Знаешь, кто это, да? Да, это наш сосед, да? Да, 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 который с болтом сидел. Анмьют продолжал меня обучать, как правильно играть в эту игру. И на этот раз он предложил мне полутать лабу. И я, конечно же, не отказался. Так, а нам куда плыть-то? Веди меня, потому что... Ну, вот, видишь? На А27, видишь, на карте? Угу. Вижу. Только странные тут акулы могут быть. Ну, сейчас гарпун есть, и нужно быть нормальным. Давай тогда аккуратно. Если увидишь акулу, тогда кричи, потому что я не хочу с ней сражаться. Вот, видишь, лабораторию? Вот это слева? Нет, 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 спереди прямо, на СЕ. Ну, вот, нам туда надо. Справа корабль какой-то, ты видишь его? А там есть что-то? А, ну, тут отвязывать надо мешочки, короче. И там... Ну, там такое вроде посредство было. Ну, вот, мешочек где-то должен быть, его надо отвязать. Вот, смотри, вот, подплывай и нажимай. Надо зажать тебе. Слушай, так подожди, это же, это много. Ну, давай, пофиг. Переодевайся. Стимиласт. Тут, по-моему, кто-то есть. Подходит. Тут, по-моему, кто-то угорит. Я забор нашел. Ты где? Как-то все тут, никого нету, как-то. Лутайся, лутайся. Здесь, скорее всего, никого нету. Это может и сидит, но не должно быть. Понял, только боты будут, они такие. Не такие сильные, как игроки. Короче, наше подводное лутание прошло без приключений. И пока мы фармили компонентики, мы услышали, как неподалеку от нас сбивает вертолет. И сбивали его челики с острова. И мы решили туда сплавать, ведь был шанс то, что он упадет в воду. У нас гарпуны есть, слышишь? Попойли, попойли, попойли туда, да. И вы просто посмотрите, как же было ночью в грозу атмосферно плыть. Нифига себе тут идет движ. Сбивайте его, вы что делаете? И как бы я ни надеялся, вертолет, к сожалению, упал не на нашу сторону. И тогда все компоненты нам пришлось бежать домой сейвить и возвращаться. Мне кажется, мы умрем. Я тоже. Мы были зажаты. Бежать нам было некуда. И когда умер мой друг, во мне проснулся режим берсерка. Бежать нам было некуда. Жесть. Мда. В этот момент я был не особо многословен. Это было действительно жестко. Я появился в башне и услышал, как кто-то фармит дерево возле меня бензопилой. И угадайте, кто это был? Правильно, китайский фармер. О, а нам нужно дерево, да? Давай домой. Нормально, ну для нас профармил. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. А еще немного позже Unmute меня научил, как расставлять гантрапы в доме, чтобы нас никто не дипнул. Еще вот так вот один сделать. Чтоб они смотрели, вот все, просматривали. А также он еще добавил буферку. И я надеюсь, вы не забыли тех ребят, которые изначально нас зарейдили. Так вот, мы знали, где они живут. И решили сбегать, посмотреть, не обустроили ли они свой дом. Нихуя ты лох, даже, блядь, убить не можешь чувака в дверном проеме. И стоило нам забраться на их крышу, я увидел то, что этот домик всего на 4 ракеты. А по приходу домой я даже превратился в электрика и провел турельки, чтобы под домом у нас больше никто не сидел. Отлично, сейчас мы сюда турельки воткнем, вообще по кайфу будет. Сюда. А турельки я поставил на крыше в деревьях, чтобы их никто не видел. Но зато, зато ее не видно. Может нам попали? Меня убили, слышишь? Изи турельки, работаю! Ха-ха-ха! Я убил второго. Ха-ха! Нам даже их убивать не пришлось. Ха, они сами умерли от турелях. Вот это мне нравится, слушай, вот такая игра топ. Вот помнишь тот план китайцев, да? Да. Видел, у них печка плавит? Она плавит вот с того момента, с самого утра, как я играю. Может ее взорвем? Мне кажется, у них там плавится очень много серы. Вот я это и хотел тебе предложить. У Анмьюта был действительно гениальный план, но чтобы его реализовать, нам нужно было переплавить очень много серы и скрафтить сачельки. И пока он стоял АФК, я всем этим занимался. Давайте еще пороха дам. Давай. О! А после того, как я докрафтил сачельки, мы побежали рейдить печку китайцев. Эх, эх, ну как мы? Анмьют рейдил, а я его прикрывал. Понеслась движуха! Ха-ха-ха! Давай! Я надеюсь, это будет последняя дверь. Если там будет еще одна, то это фиаско. Давай, иди докрафчивайся быстрее, там было тысяча пороха. И на этот раз мы с ним и решили поменяться. Я ему скинул болт, побежал докрафтил сачели и пришел дорейживать последнюю дверку. Иду. Вот это жесть у них. Они просто... Ха-ха-ха! Для тех, кто не понял, почему я смеюсь, объясню. Они просто закинули очень много дерева, чтобы все думали, что они в онлайне. И тут начался поистине интереснейший контент. Долбежка стеночки, ведь нам нужно было найти шкаф. И не успели мы додолбить даже одну дверь, мы услышали огромное количество ракет. И издавались эти звуки со стороны деревни моих друзей. Давай, пойдем друзей наших отбивать. Там наших рейдят. Пойдем поможем. А это их? Да. Капец, вот это жесть вообще. Мы не знали, чего ожидать от этого рейда. Но было очевидно, что их пришел рейдить огромный клан. И скорее всего, это были ребята с острова. И нам нужно было им помогать. Корову взорвали. Убил одного. Убил одного. Хорош. Мы двоих убили. Отлично. Вот и чего-то. Так, где они там? Я внутри у вас на территории. Вижу, вижу, вижу. Их двое. Где они? Прочимся. Ну, убил. У меня патронов нет. Убил еще одного. Убил, 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 убил. Где убил? Убил сет возле главного входа. Понял. Еще один где? Бомж, бомж бежит. Убил еще колошиста. Я умер. В какой-то момент я уже даже успел подумать, что мы проиграли этот рейд. Ровно пока не случилось это. Забрал колошиста. Я еще одного убил, я еще одного убил. Еще одного убил на крыше. Все, это был последний. Я скажу, если к амороду будет кто-то подбегать. Убивай бомжа всех. Зашел один бомж, бомж один зашел. Лутает один бомж, лутает кого-то. Убивай всех нафиг. Я убиваю. Всех убиваю. И приложив огромное количество усилия, вместе с деревней мы умудрились отбить их домик. И это была большая победа. А за то, что я помог деревне отбить домик, они заплатили мне ракетками. Которые мне были очень даже кстати, чтобы зарейдить тех типов, которые рейдили меня. Но для начала нам нужно было разобраться с китайской печкой. Блииин. Ну мне кажется, реально шкаф будет вот за этой дверью. Давай его долбить. Поехали. Ночь. И чтоб вы понимали, насколько мы были неудачниками, мы из трех дверей, которые можно было продолбить, не угадали целых два раза. Зато видишь, мы взрывчатку не тратим. Слушай, ну, как ты и говорил, шкаф здесь. Я настолько устал долбить стенки, что обезумел и начал рубить всех на своем пути. Пока я фармил дерево, Unmute добил последнюю стенку, где реально стоял шкаф. Но застроить этот дом мы по-прежнему не могли. И, наконец, наступил тот самый момент. Час расплаты. Время мстить. Держи еще две ракеты тебе. Я думаю, давай вот сюда, наверное. Давай, вот сюда. Договорился? Ух ты, тут много всего было. Давай шкаф разбивать. Убил типа на коптере. Убил типа на коптере. Спасибо, ребят, за лут. Спасибо огромное, что вы фармили и работали. Спасибо, ребят. Мы очень нуждались в этом. Домик мы у них полностью отремонтировали. Добавили немножечко новых буферок. И на этом наша месть была закончена. А впереди нас ждали китайцы. А после, когда мы с Unmute побежали рыбачить, он поведал мне историю, как он научился играть в Rust. Слушай, а ты смотришь какие-то вообще видео по этой игре? Ты сам учился играть или по видосам? Ну, там смотрел, да, несколько ютуберов. Мне вот понравилось, чем они занимаются. Я там тоже создал свой канал. И как получается? Стримлю иногда. Ну, так. Ну, я стараюсь, но, не знаю, 20 подписчиков вот у меня есть. Не знаю. Ну, скинешь потом мне ссылку, я хотя бы зайду стрим посмотрю. Потому что ты как бы умеешь играть, а я поучусь еще у тебя немного. Он мне даже рассказал то, что у него в мечтах набрать хотя бы тысячу подписчиков. И я предлагаю исполнить его мечту, только тсссс. Не говорите, чтобы от меня, иначе он узнает, что я не новичок. Позже, когда Unmute меня покинул, у меня появился идеальный план. Не просто зарейдить китайцев, а застроить их полностью территорию забора. но для этого для этого мне нужно было много дерева а еще мне пришлось потратить немного скрапа пойду гляну как я могу огородить их территорию насколько близко и сколько мне нужно потратить будет огородить территорию ей полностью не мог потому что мешали шкафы и поэтому мне пришлось рейдить все домики вокруг и это пожалуй был самый профитный рейд в этой конюшне я нашел третий верстак ну а самое главное я забрал шкаф ну а также мне пришлось взорвать их ферму ну и наконец после огромное количество фарма и времени я смог огородить их территорию полностью и поставить свои ворота все то что я хотел я сделал тайская база в моем распоряжении так сказать ну и про ребят которые жили на острове я тоже не забывал пока они лутали нефтянку я строил небольшую вышку и посмотрел как у них устроен дом и увидел там огромное количество ящиков которые меня реально привлекли и пока они лутались у нас было очень мало времени нам нужно было срочно обносить их территорию и для этого у не были скоростные ракеты блин я не просто не знаю если смысл запрыгать ну-ка забудьте тебя попробую туда запрыгнуть я могу проверить походу нельзя давать еще разок это не проведена что мы и вот когда они прилетели домой с нефтянки они увидели то что их немного ограбили и сразу же они подумали на своего соседа а 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 и и и и Хоть у меня не получилось отжать этот рейд, но я был все равно доволен то, что высилили руфтемперов. После я занялся самым важным занятием. Провел камеры, чтобы мог следить за китайцами дистанционно. Ну а камеры я свои назвал China 1 и China 2. Отлично. Я увидел то, что ребята на острове не хотят особо, чтобы кто-то жил рядом. И тогда я отбабахал неподалеку от них свой топовый бункер. Можно вот прям здесь построить дом, этот бункер. Они как раз будут меня видеть, а я как раз буду в воде их фигачить. И это был бы действительно непростой домик. Это был бы дом приманка. Я только сейчас понял, как можно улучшить этот дом круто. Но они явно будут с этой стороны рейдить. Да, я гений. Мне он нужен удобно, чтобы я мог дефаться, а не чтобы я мог хранить лут. Поэтому сделаю его максимально простым. От моего дома я отвел усы. И это были не просто усы, чтобы поставить туда шкаф. Тут у меня в планах было поставить автоматизированные турели. А после началось самое любимое для меня занятие. Это подключать электричество. Поехали. Так, здесь мы также можем по воде провести. Офигеть просто, ну гений на Димасе. Какое же говно он построил. Теперь мы красивенько идем запитываем еще одну турельку. Плюс еще одну турельку. И вся эта красота у меня работала с помощью умного переключателя через телефон. Пока я занимался обустройкой дома, ребята с острова фармили плотно серу, чтобы зарядить деревню. И вот, услышав взрыв, я сразу же побежал туда. Убил. Тут ящик ракет! И конечно, все, что мы выбили, мы засейвили в нашем домике. Но половину ракет я все-таки решил подарить тем типам, которых приходили рейдить. Ведь они этого заслужили. Так мы без единого фарма смогли получить 40 ракет. На следующий день началась, пожалуй, самая забавная часть. Пока я спал, на сервер зашли китайцы. И они не представляли, что им делать. Ведь они просто не могли выйти со своей территории. Зато на их территорию забегали постоянно мои друзья. И вот этот милый бомжик, который бегает вдоль забора, это был Анмьют, который бегал и доставал китайцев. И им это настолько надоело, что они даже поставили турельку на входе. А еще им явно не понравилось то, что произошло с их фермой. И видите эту армию бомжей? Так вот, это все были китайцы, и они не знали, что делать с этим забором. Что даже пытались его ремонтнуть киянкой. И все это снимал мой второй компьютер. И когда я заходил на сервер, для меня было действительно неожиданным то, что китайцы зашли в онлайн. И поверьте мне, я этому был очень рад. Походу он не хочет, чтобы я вернул ему компаунд. Лангчонг меня убил. И пробегая возле этого забора, мы с Анмьютом увидели то, что он практически сгнил, и нам нужно было его срочно чинить. 50 хп у стен. 50 хп у стен, берем киянку быстрее, надо чинить. Да, да, да. А все, 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 мы починили, слышишь? Нормально. Изи. Дожиться, слышишь? Обычно все пытаются уничтожить, да, вражеский забор? А мы его наоборот ремонтируем. А позже Анмьюта я познакомил с моей новой ловушкой. Этой... А! Стой, тебя убьют сейчас. И так как я притворился новичком, я болтовку скинул Анмьюту, чтобы он убил Рувкемпера, а сам сел за камерой за этим смотреть. Вот это война, я понимаю. У них турель выключена? А, его убили что ли? Он стоял и ждал меня. Ты умер, да? Заходи. Да, 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 я вышел, он сразу меня убил. Анмьют, конечно, попытался убить его еще раз, но у него что-то пошло не так, и он снова умер. Он, походу, опять умер. Да, он опять умер. И с этой непростой задачей пришлось справляться мне самому. И как только я его убил и поставил на кд, Анмьют предложил взорвать у него турель, которая мешала бегать по их территории. Ну смотри, ну я вот хотел лесенку, понял, чтобы залезть к ним на крышу, чтобы они не могли нас... Ну, понял, типа, когда они сверху, у них больше шансов убить нас. А, он опять залез. Давай еще раз его попробую убить. По-моему, я его опять убил. Не, ну мы с тобой вообще, это лучшая команда. Я сболтал, вообще стреляю хорошо. А ты, мон, с базукой типа рейдишься, объясняешь, что делать. А как тебя зовут, кстати, а то мы с тобой сколько играем, мы даже не познакомились. Меня Никита зовут. А, меня Вася. Я попал в нее, попал. Есть турелька. Все. Все упало. Там, скорее всего, еще одна с той стороны. Как помнишь, мы выдалбливали. Найкс. Они настолько сильно отчаялись, что один из них даже сел в джагере под ворота и начал выжидать подходящего момента. Но у нас с Unmute был гениальный план. Но для этого нам нужно было скрафтить всего лишь лестницы. Слушай, а какой у нас план действий? Ну, мы сейчас, смотри, взорвем у них турель, да? А потом мы на крышу к ним полезем? Ну, вообще, надо посмотреть, что у них, да? Типа, ну, что во время рейда, чтобы они желательно не выходили на крышу. Я понял. Зачем он бегает? Туда сюда. И нам надо еще пушки, наверное, положить в эту стуки битву, которую ты встроил. А еще они снова поставили турель на входе, которую нам снова пришлось взорвать. Мы ее разбили. Ты взял лестницу? На, наставь лестницу. Я взял. Зачем он строит потолки, когда слева лестницы стоят? Все, залази. Слушай, ты знаешь китайский язык? Я просто знаю из китайского только Нихао. Это, по-моему, привет у них. И Цони Ма, это я твой друг. Нихао, Цони Ма. Нихао. Цони Ма. Знаешь, где, мне кажется, у них вот путь. Где? Вот, мне кажется, вот смотри, вот за этой стенкой. Я помню, у них здесь печки когда-то плавили. А там, вон, те ребята рейдили, получается. И когда мы бежали домой за ракетами, я услышал подозрительные шаги в доме, который я зарейдил еще вчера. А хочешь мы тебе домик дадим? Ты будешь сидеть на вышке и смотреть. Я бы хотел бы. Пойдем, пойдем, Киря, пойдем. А, 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 а как? Да. Спустя время, Киря все-таки смог забраться на вышку. Мы с Анмьютом его оставили в безопасности, сбегали домой за ракетами и побежали выселять китайцев. Нет никого. Да, вот я про них и говорил. Ну да, смотри, его стреляйте сами. Ты взорвал у них дверь? Я убил кого-то. Да. Он спрятался, давай взрывать дальше. Давай, давай. Давай, давай. Там вроде... Там турель стоит, взрываем дальше. Там турель? Да, взрываем. Давай потолки взрывать. Да, вот я же говорил. Сколько у нас пакет? Взрываем потолки. Давай, давай. Стрепи, вот прям здесь музыка. Открывают. Выпало, выпало. Я кого-то... Я взорвал, по-моему, кого-то. Они все выбросили. Тут кукурузы много. Я их убил. Мы всех убили? Да. Они все выбрасывают, смотри. Да, смотри. Ого, у них оружие было. Забирай, забирай. Давай гаражку, давай гаражку. Там шкаф. Кто меня ударил? А после того, как мы их полностью зарейдили, они даже пытались меня обучить китайскому языку. Что бы ни означали эти слова, но звучали они довольно весело. Киря все это время стоял на вышке и ждал, когда же мы закончим рейд. И домик китайцев мы решили отдать именно ему. Идем, идем. Заходи, мы тебя не убьем. Боюсь. Киря, Киря, это тебе дом вот. Вот этот дом в подарок тебе идет. Тебе нужен этот дом? Слушай, unmute. Unmute, как ты думаешь? Вот это начинаем. Может быть мы Кирю дадим дом наш, который вот, ну большой этот. Он нам не нужен уже? Большой? Да, или ты будешь играть. Ну, как хочешь, можно. Пойдем, Киря, пойдем, Киря. У меня для тебя еще лучший подарок есть. Киря, идем. Я боюсь, когда в руки ран трапом. Тут больше не будет. Заходи, заходи, не бойся. Это все тебе. Киря, смотри, какой дом для тебя одного. Так, тут ничего нету. Ой. Давай, блин. Давай мы пароль тебе напишем. Посмотри, в чате пароль будет. Хорошо. Ты рад? Что себе, пацаны, смотри. А-а-а, калаш. Посмотри, что тут вот сундучок есть под верстаком. А ну-ка, что там? Я в жизни столько ресов не видел. Я даже на экс-плионе столько не видел ничего. И знаете, как бы грустно вам не было сейчас смотреть этот ролик и понимать, что это уже конец видоса и конец этой истории, вы не представляете, как грустно мне было расставаться с этими ребятами. Ну, слушай, это первый мой вайб, когда так хорошо поиграли. Спасибо тебе за этот вайб, мы классно провели время, реально. Тебе тоже. Да, мне тоже понравилось. Ну все, тогда. Пока, Никита, спасибо за вайб тебе. И это действительно конец этой душераздирающей истории. И если она вам понравилась, обязательно поставьте лайк и напишите об этом в комментариях. Ну а ссылочку на Никиту я оставлю в описании. Всем пока. Пока.